Опа, шлюнула. Сейчас поверну. О, повисло сидит. Сработало. Друзья, приветствую вас на канале календарь рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня я снова около землянки. Юра меня вытащил на рыбалку. Вообще не планировал я никаких походов. Батя болеет сейчас, поэтому не до того. Но хоть приехал, буквально вытащил меня. Примчали на мотоцикле. Руки замерзали, холодно. Который вытягивали недавно с-под воды. Да, который недавно был подо льдом в том году. Но в этот раз удачно домчали. Сейчас пойдем посмотрим, что там в землянке. Вроде стоит не завалилось. Вулки какие-то бегали. Снова подзажало. Ощущается, что в землянке теплее. Хотя уже давно никто не топил. Но четко заходишь. Немного на пару-тройку градусов теплее. Сейчас нужно хорошенько протопить, чтобы все прогрелось и можно было переночевать. Хотя мы тепло одеты на зимнюю рыбалку. Поэтому ночевать можно почти в сугробе. Я тут пока на хозяйстве топлю печь. Обнаружил протечку. Начало греться, таять. И вот откуда-то течет водичка капает. Ничего. Хоть ни на голову, ни над кроватью. Поставил варить горох для прикормки. А Юра пошел ставить палатки. Подкармливать лунки. Сейчас еще подрублю дровишек и тоже пойду попробую половить. Может быть удастся наловить плотвы на жареху, да на уху. А Юра пошел ставить палатки. А Юра покажу еще 10 wrapping. Так. А Юра вдох зима. Ужний романтasters г pronepares. Ой, ой, вызывал, вызывал горох. Вроде бы не подгорел. Вроде бы не подгорел. Проверю, как там дела у Юры и сам попробую немного порыбачить. Юра недавно купил себе подводную камеру, теперь у него такая игрушка для взрослых рыбаков. Будет заглядывать, кто там плавает, как он клюет, на какую проводку реагирует, какую прикормку предпочитает, и есть ли вообще там прикормка на дне или нет. Обычно, как бывает, прикормил, а оно не клюет. Ждешь, ждешь. Думаешь, наверное, уже все съели. И еще туда пол ведра опять не клюет. И не пойми, что там происходит. С камерой, конечно, много чего можно полезного узнать о рыбалке, о повадках рыбы. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Да, живем тут, а. Медведь? Да. Как успехи. Я принес тебе пару мешков для рыбы. Хватит тебе пару? Та мешка, наверное, маловато будет. Но пока убрал свой телевизор, а то отвлекаешься на него. Да, только смотришь, как кино там они плавают. Ну, когда включишь, я покажу. Ты знаешь, надо только с улицы. С камеры вообще не видно. Камера отражается от стекла. Я понял. И не видно ничего. Я сам хотел это самое попробовать. Ну, видно. Конечно, глубина здесь около 7 метров, но все равно видно отлично. Хотя бы ты знаешь, что там действительно рыба и лещи, под лещик стоит. Ну, как в кино сидишь, только наблюдаешь. Что-то я только плотву вижу. А вот именно вот, что я только что и сказал, что лещ ходит там. Ну, я выставлю потом видео. Пылесосит дно, выплевывает, а вот не берет. Только подыграешь чуть-чуть, он хлоп увидит сразу раз и пугается и уходит. Сразу уходит, пугается. Почему пугается, непонятно. Я вот только сказал, насколько интересна эта вещь. Камера подводная. Да, и да. Когда ты понимаешь, что там происходит. Да, да. Ты просто понимаешь, что... Оп. Еще одна латвичка, наверное. Ой, ну это прям совсем крупная. Ну-ка. Кошка, спасибо, скажет точно. Да, не, 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 не. Не. Лучше растет, растет. Потом. Иди. Опа. Давай, дуй. Кошка скажет. Там кошки уже, они уже перебирают харчами. Поэтому. Да, это отдельная порода. Рыбацкая кошка. Кошка рыболова. Она уже не знает, что есть, что и не есть. Ладно, пойду я попробую. Мне тоже хочется плотвички половить. Печка греется уже 8 градусов. О, это уже хорошо. Здесь минус 8, там плюс 8. Там плюс 8, да. Утром хотя было, наверное, градусов 12. Так, ты мне палатку в правильном месте поставил. Рыба там есть? А как же, там рыбы тьма. Рыбы там тьма. Ну, я думаю, плотва там должна быть, это 100%. А вот лещ непонятно, потому что он поглубже где. Хотя и там может быть. Ну, нам много не надо, нам бы парочку таких хороших на сковородочку бы словить. Поджарить, чтобы мы поужинали. Поужинали, да. Так, ну ладно, давай же. Даю. А что давать? Леща ловить? А, понял. Я на плотву настроен. Ну ладно, тогда крупную. Плотву, но очень крупную. Тебе для леща специальную удочку дам, попользоваться. Только попользоваться? Хорошо. Только попользоваться, потому что она подарочная. Мне самому ее подарили. Подписчики. Да. Вот. К твоему как раз телевизору, который показывает, где рыба, сколько рыбы и какая рыба. Вот эта удочка будет самый раз. Удочка, которая ловит сама. Сама подсекает. А надо только на сковородку рыбу ложить и все. Ой, а чистит кто? Пусть все по дороге там она сама чистится. Вот это удочка. Ой, как тут винни-пух. Контрольный закорм. Опущу в толсту воды и открою кормушку, чтобы пошла пыль, муть и подошла плотвичка быстрее. Может, она уже там и есть, конечно. У Юры поклевывает. Но, на всякий случай, хочется хорошего, клёва такого плотвы. Когда одна за одной. Так, глубина здесь метров пять. Опущу на четыре где-то. Не на самое дно. А так, наверное, хватит. Коробочку с мотылем, конечно же, держим в кармане, чтобы он не замерз на морозе. Чтобы поймать осторожную первую, которая только подходит плотвичку. Насаживаю одного мотылька поперёк тела на небольшой крючочек. Леска 0,1 и маленький крючочек. Одна удочка с поплавком, а вторая с кивком. Ух ты! Поклёвка сразу же. Что-то совсем небольшое. Это, наверное, первые плотвички. Да, вот такая вот. Но Найк будет доволен. И Тимофей тоже. Ну вот, это мне уже нравится. Неплохое место. Мотыля даже не менял. Попробую так. Опа! Вообще, моментально. Не даёт опуститься. Да. Давненько я не был на рыбалке. Вот уже повеселее. Потвичка. Опа! А тут её цапнул чуть-чуть. Стой! Вот так. Уже висит. Вот это клёв. Вот это. Да. Ух ты, ух ты. Давит. Это ещё крупнее похоже. Давай, иди сюда. Опа! Выборнула. Вот такая. Сумасшедший клюв. Ну что тут сказать. Клёв, как на чёрных камнях. Одна за одной. Не знаю, прошло минут двадцать, но от силы полчаса. Рыба уже приличная. Я не знаю сколько штук. Штук тридцать. Опустил, поднял. Опустил, поднял. Как на работе. Замечательный клёв, конечно. Ну что, пожалуй, хватит. Я не заготовитель. Мне тонны рыбы не нужно. Чтоб коты были довольны. Жарёха и уха была. Так что, пойду снова подброшу дровишек. И, наверное, буду уже что-то готовить. Покушать. Ещё уже время часа три-четыре. Пару часов, наверное, световых ещё есть. Вроде как и половить хочется. Тяжело очень остановиться в такие моменты, когда такой сумасшедший клёв. Но надо брать себя в руки. Есть нормы вылова. И есть, в принципе, в голове должно быть, что не нужно тебе столько рыбы. Вот, сейчас покажу. Интересно, что там у Юры. Сейчас покажу сначала свой улов. Вот так. Надо сказать, что особо крупные. Попадаются и хорошие. Есть и небольшие. Найк с Тёмой с удовольствием. Небольшие слопают. Сейчас узнаю, что там Юров поймал. Как там его телевизор, что показывают в подводном царстве. Тук-тук. Есть кто дома? Есть. Сова, открывай. Опа. У тебя уже лещи пошли. Подлещики. Там ведро полное, я так подозреваю уже. Ну, там мешок за спиной. Хе-хе-хе. Не, мешок. Да, клюет здорово, да, сегодня? Да, сегодня. Опа. Есть. Что-то есть. Не знаю, что. Я за 20 минут штук 30, наверное, поймал. Да ну, я то же самое. Не успеваю. Вот она. Глянь, какая. Хе-хе. Сейчас пойдет опять. Вот она меня вот это вот еще достала. Достала. И крючок пустой. Давай. Что будем? Уху или жареху или и то и другое? Да пожарим, наверное. А уху тоже просто сварить, а что я? Давай уху сварим, я не против. Спрятал. Телевизор я спрятал. Ну, потому что там только в телевизор тогда и смотришь. Некогда интересно в телевизоре. Ну да. Посмотреть, как она там себя ведет рыбка. Что она кушает. Как она там. Вот. Ну, тогда надо телевизор смотреть. Ну, надо что-то словить. Я думаю. Кстати, Юра этот телевизор с камерой подарила на день рождения его супруга. Да. Вот это пример самой такой добросовестной жены рыбака. Да. Я думаю, что Юра доволен безмерно. Как слон копейки. Как слон копейки. Да. Так что все прекрасно. И, кстати, большое ей спасибо за это. Танечка, большое спасибо тебе за подарок. Так. Вот. Молодец, Танечка. Ну что? Солнышко уже спряталось за лес. Да и тучки тоже вышли. А днем хорошо было. Тепленько в палатке. Палатка прогревалась. А сейчас снова морозец. Холодно. Без перчаток особенно. Я крайне редко одеваю перчатки. Как-то у меня такое вот с кровоснабжением. Может, это как-то связано с гипертонией моей, тахикардией. Может, сильно быстро кровь бегает. Что мне, в принципе, не холодно никогда. Хожу всегда в мороз любой без перчаток. Воды добавилось. Здесь так много камыша было. Если вы помните, видели предыдущие видео. Летом и осенью вода сильно упала. А сейчас встала в обычный уровень. Прямо под берег. Да, не жарко. Пока так и осталось 8 градусов. Нужно поинтенсивнее топить. Сейчас буду колоть помельче дровишки. Чтобы они прямо так активно горели. У нас уже потемнело. Лед трещит. Чуть позже выйду. Может быть, будет слышно. Луна такая большая светит. Рыба вся замерзла. Возле печки ее оттапливали. Чтобы хоть как-то почистить. Холодно. Наверное, долго не буду заморачиваться. Почищу только от шелухи, от чешуи. А потрошить не буду. И так будет неплохо. Не раз я так жарил непотрошенную. Она даже так жирнее получается. Ее потом раскрываешь. И все потроха убираются. Зато намного быстрее. Почистил. Посолили, поперчили. Можно жарить. Правда, плотвички такие, что не влазят. Сейчас надо засунуть. И все не влазят. А, видишь, какая отличная. Блин, пять штук не удается, только четыре. Поперчили. Поперчили. Что-то мы заболтались. Рыбка уже подгорает. По-моему, готова. Поперчили. Это сильнейшее? Там уже особо нечего. Ага. Там, когда какие-то замечания? О, смотрели. Икорка. Ага. А ты же ешь? Я-то собирался вообще-то. Ну ты же говоришь, икорка, я не ем. вижу-вижу поужинали теперь просматриваем юран телевизор какие там лещи плавали на мы их пока не поймали а вот и громкость добавь может они там где что-то говорят что идем все собрался телевизор не забыл телевизор собой так свечка горит телевизор взяли луночки замерзли морозец да когда человека палатки нет тепла не выделяется и все замерзает а когда находишься внутри лунки даже не может даже приличный мороз градусов 12-15 фонарика автоматика он каждые две с половиной минуты на турбо режиме отключается от перегрева хотя в такой мороз перегрева вроде как и нет но автоматика такая вот защищает жару сейчас опущу крючок посмотрю может быть хороший лишь туда подошел целый день была плотва неплохая плотва и потом под конец под вечер уже начала попадаться мелкий мелкий лещ совсем маленький просто замучил поймал выпустил поймал сейчас посмотрим поплавок пример да морозец хороший замерзает лунки замерзают лунки уже минут десять-пятнадцать на сижу поклевок нет но есть надежда на то что как у людей ночью обычно такие любители покушать выходят к холодильнику обычно любители покушать имеют приличный вес может и какой-нибудь лещик такой килограмм чека на два не на два не пролезет в лунку на полтора больше не надо у меня даже бара собой нет а подцепить думаю на полтора не пройдет килограмм от силы так что давайте жира басики до килограмма к холодильнику подходите мелочь какая-то что-то мне разонравилась эта рыбалка плотва была интереснее что может пойдем обратно ладно еще раз на низа снова крупняк похоже такой же лещ сантиметров 10 по сопротивлению да и по сопротивлению такой же побежал ну что такие жердя и меня не устраивают не собираюсь я ночь не спать ради такой рыбки поэтому пойду сейчас посмотрю что там у юры на телевизоре у него тоже ничего толкового будем отдыхать тук 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 есть чтобы не столько рыбы нет как нет он покажет телевизор то место ничего не ври ты не закидывал но видел там одного подлещика но там сейчас я тебе просто открою там ну и и такого подлещика как я поймал пару штук только шоу на ферме нет но глаза светились как у большого размерами с лавровый листик видишь дно о смотри вот вот но видно ладно пошел давай сейчас тоже приду у нас дурки не кажется что мы всех уже леща и проспали там нет нет только начинается только проснулись уже время часов 8 наверно далеко не рассвет сейчас попьем чайку посмотрим что там с палатками палатки оставили на ночь надеюсь ветра сильного не было их не по срывала до печка ночью потухла щелей сейчас много кругом тепло быстро выдувает свежо ну да уже плюс 8 градусов хорошо что тепло одеты поэтому в общем то ну я лично не замерз собираемся посмотрим что там на воде ну ты свисти если клевать будет сильно палатки стоят не сдуло их ни одной души никого нет юра прошел проверить как там рыбалка а я решил порезать дровишек потому что взял с собой пилу с аккумулятором думаю что ж я зря электричество точил надо его использовать вот буду этот столбик ровненький который я принес жалко было его на дрова пилить он так до весны не то чтобы загниет ну в общем буду его резать если похожее ленито что показал печь растопил дровишки подрезал электричество еще осталось немного и там пенечков нарезал но все равно еще работает пила уже так поблизости особо и нечего резать пойду порыбачу немного а потом еще найду что порезать пока юра там всех лещей не выловил заодно покажу и свою удочку которая сама ловит надо юры дать попользоваться у него тогда будет вообще полный комплект телевизор по которому он рыбу смотрит и удочка которая сама ловит можно теперь плавить с дивана прямо солнышко и не души красотища вдалеке торос и лед поломала но нам туда не надо оторвал лямочку блин оторвал лямочку на палатке теперь будет ветром и подымать уже нельзя наверно бросать ее без меня то улетит замерзла хорошо надо было топорик брать да леща сегодня ловить не буду не пролезет он сюда не охота снимать палатку пересверливать борта сюда не влезет вот моя чудо удочка здесь такой механизм который фиксирует на пружинке хлыстик и при поклевке когда кивок либо подымается либо тянет рыба она освобождается от пружинки и сама подсекается вот такая вот техника в общем сейчас я налажу это все дело и посмотрим конечно для ловли плотвы такая удочка не очень интересно потому что особенно если она будет клевать так как вчера то смысла в ней большого нет потому что на обычную удочку быстрее наловишь при таком клеве а вот когда ловишь леща и поклевки нечастые а еще если у вас где-то в стороне удочка несколько лунок закормленных и вы ищете где стоит опа шлюнула сейчас поверну вот повисло сидишь сработало техника работает у нас тут сейчас я попробую в следующий раз на камеру плотвичка а то я пока рассказывал она сработала обновил мотыля сейчас при вас буду забрасывать надеюсь увидим поклевку и подсечку опускаю заряжаю кто-то там немного рыбки вчера конечно клевало повеселее я сегодня еще не прикармливал лунки по замерзали кормушка не пролезет я так сверху брошу здесь глубина не очень большая пыль пошла плотва такое любит юра у тебя лещи там плавают плавают ловится будем жарить а как же говорить может может еще останемся на денек да нет я не могу об подсекла на мимо похоже кивок не шевелится значит не засеклась так тоже бывает сегодня конечно не так активно клюет как сыра но ничего я уже рыбки наловил так ради удовольствия посижу испытаю удочку папа опять сработала но кивок не шевелится значит рыбы нет наверное стоит увеличить расстояние от грузика до крючка чтобы рыба лучше заглатывала попробую еще раз мотыля возможно уже подъели наверное надо поменять и заодно изменю длину от крючка до грузика вот она точно так же работает и на потяжку принципе сейчас покажу потяну это уже срабатывает ладно сейчас заменю мотыля и снова включусь я рассматривал эту удочку в принципе как игрушку какую-то для рыболова не очень полезно но так помыслил и вот при ловле леща когда долго ожидаешь поклевку особенно если большая палатка у тебя по всем углам стоят удочки и ты зачастую даже рядом с удочкой сидишь лечь подымает кивок а ты бывает и не успеваешь подсечь пока дотянешься до удочки а эта штука может очень даже выручить при ловле леща в общем мне понравилось имеет место быть такая снасть в рыболовном ящике она в принципе складывается довольно компактно как обычная зимняя удочка ух ты давай давай вроде так хорошо потянула а удочка не подсекла нужно хорошенько настройки сделать на обычную удочку уже подсек бы несколько раз скорее всего поймал ну вот сработала рыбка на крючке теперь осталось только вытащить и разобрался там немного я неправильно этот механизм устанавливал поэтому она не так чувствительно было вытягиваю рыбку вот как она тянет кто это наверное подлещик что ли небольшой или платвичка хорошая так покрупнее чем первое вот два хорошая такая ну что вроде бы разобрался как пользоваться этой удочкой сейчас попробую еще разочек ради интересов поймать на нее а потом буду на обычную удочку поплавочную ловить потому что он быстрее так будет когда ложь плотву и она хорошо клюет нет смысла в такой удочке она какую-то серьезную рыба которая редко клюет вот там она конечно пригодится выставил сразу поклевка такая не сильно активная не как вчера чуть-чуть не хватает для сработки чуть-чуть выше приподними и будет подсечка ну вот по моему есть рыбка до шевелится кивух значит сидит буду вытягивать здесь ну что сама подсекайка отлично себя показала проверил буду теперь использовать ее при ловле леща но сегодня ловим плотву поэтому я ее сворачиваю и достаю поплавочную удочку да на обычную удочку побыстрее будет ух ты ну что рыбка исправно клюет снова замечательный клюв не спеша наловил уже вот такую кучку можно было конечно включить спорт режим наловить намного больше но у меня нет такой потребности в рыбе потому так не спеша ветерок раздулся не оторвало лямочку на палатке теперь ее не оставлю уже без просмотра потому что может сдуть поэтому наверно буду собирать удочки в палатку пойду еще дорежу дровишки осталось еще электричество в аккумуляторах и наверное приготовлю что-нибудь покушать рыбка закипела сейчас соберу пенку и почищу картошку морковку лучок и будет ухо вот так по-быстрому все крупно порезал чтобы если рыбка разварится косточки повыпадают вниз чтобы можно было просто юшки налить сверху и положить вилкой наколоть пару карташин пару морковочек лучок кто любит вареный поэтому вот так быстро и и вкусно все одновременно закидываю не заморачиваюсь уже много раз так делал все нормально вкусно получается на природе всегда вкусно все покипит пол часика картошка сварится да правда в этом варианте рыба разваривается но зато навар получше получается чем когда ее варят там 10 минут до готовности и все но зато будет так наварчик если она долго поварится я ее даже бросаю рыбу еще раньше чем картошку но самая лучшая уха для меня это из окуня из ерша навар отличный а потом уже тогда можно если ты на окуне сделал хороший навар потом окуня можно просто вытащить и положить уже порционные куски там судачка или еще какой-то крупненькой рыбы и сварить их буквально 10 минут до готовности и все тогда вообще конечно уха шикарная получается а это по-простому по-быстрому ну вот уха готова можно насыпать пойду позову юру палатка еще стоит юра пойдем и а и и и и и и и Продолжение следует... Рыбка Юры, он ее любит, а я вареную не очень. Рыбка Юры маловато получилось. Хотя нет, в самый раз, как раз на две тарелочки. Ну наконец-то, ты где пропал? У тебя там жор начался? Нет, пока все собрал. Давай, пока не остыло, уже насыпал давно. Многие зрители спрашивают в комментариях, это же, наверное, дорого жить вот так в лесу. А я считаю, что мешок картошки, лука, морковки не так уже дорого стоят. По большому счету, можно и даже этим обойтись. Конечно, какие-то крупы. Но нужно все продумать, сделать погреб, чтобы овощи не испортились за зиму. От мышей сохранить, спрятать в ящике. А только это вовсе не дорого. Полезная пища, свежий воздух. Я думаю, только на пользу это все идет. Главное, немножечко с умом. Я не говорю, что у меня это все правильно. Я сам только осваиваю все эти моменты. Со временем, думаю, исправлю все свои недочеты. И будет комфортная, размеренная жизнь. Да. Если бы так кто-то сменял, уже приехал бы сюда в земляночку, да? А тут уже все натоплено. Смену сдал, смену принял. Да, второй день, конечно, намного уже прогрелось. Теплее, быстро прогревается печка. Печка потухла. Честно, я скажу, что жарко находиться так, полуодетым. Печка потухла. Печка потухла. Ну вот и разрядилась. Напилил дров, хватит на следующий раз для начала. Не знаю когда снова еще приедем. Сам приеду с Юрой на мотоцикле конечно удобно, можно много полезных вещей взять как пилу, воды побольше, чтобы в родник далеко не ходить. Хотя сейчас можно и в реке набирать, вода прозрачная, покипятить. Я люблю сырую воду пить, поэтому с реки не годится. Все собрались, вроде бы ничего не забыли. Улов забрали, а то коты не поймут. Все в порядке. Не знаю когда в следующий раз приду в землянку. Может быть как-нибудь с Юрой еще приедем, если получится. Пока батя болеет, навряд ли куда-то выберусь. Когда вылечу отца, приедем вместе с ним, с батей, на реабилитацию, на восстановление, чтобы тут на свежем воздухе, на полезном питании, чтобы он быстрее восстановился. Что-то у нас теперь не влазят вещи. Рыбы наверное много. Все друзья, нам осталось, чтобы ласточка нас не подвела. Так, сейчас заводимся. И путь дорожный. Поехали. Все дела? Все, да! Субтитры сделал DimaTorzok